Всем привет! Это канал СтройХак. И сегодня мы говорим об угольниках. И поверьте, с ними не все так просто, как кажется на первый взгляд. Новый угольник нужно обязательно проверить. Сделать это можно несколькими способами. Самый известный из них метод параллельных линий. Для этого нужно от ровного края заготовки, например заводского реза, отложить два отрезка с переворотом угольника. Если в угольнике есть 90 градусов, отрезки будут параллельны. Ну а если нет 90 градусов в угольнике, что же делать тогда? Цельнометаллический штампованный угольник исправляется при помощи накернивания. Берем керн и наносим удар в один из углов. Если в угольнике меньше 90 градусов, то бьем во внутренний угол. Если больше 90 градусов, во внешний. От удара метал расходится на доли миллиметров, но на концах угольника это расстояние будет уже значительно больше. После каждого удара проверяем угольник снова, и так до его полного исправления. А вот один из способов исправить клепанный угольник, это резко ударить его в сторону исправления. Честно говоря, я так никогда не делал. Но такой способ существует. Как еще можно проверить угольник? С помощью теоремы Пифагора. Измерим катеты угольника и вычислим теоретическую гипотенузу. А теперь измерим практическую. У меня они совпадают. И это хорошо. Значит угольник в порядке. Конечно же, лучше сразу купить хороший дорогой угольник, чем мучиться потом с его исправлением. Да и работать дорогим инструментом в разы приятней. Теорема Пифагора будет также полезным мебельщиком для определения прямого угла при замерах угловой кухни. Измеряем две стены, это два катета, и гипотенузу между ними. И теоретически высчитываем, есть ли в помещении прямой угол. Далее уже по ситуации. Третий способ проверки угольника, сравнить его уже с проверенным угольником или углом, например, заводским резом. Но вот как проверить сам заводской рез, не прибегая к помощи угольника? Для этого существует понятие египетский треугольник. Если мы возьмем треугольник с соотношением сторон 3 к 4 к 5, то один из углов у него обязательно будет равен 90 градусов. Тут важно понять, что мы берем любые одинаковые 12 частей и формируем из них треугольник. То есть в нашем случае каждая часть равна 5 сантиметрам. Три части 15 сантиметров, 4 20, 5 частей это 25 сантиметров. Что у нас и вышло. Значит данный угол прямой. Метод египетского треугольника широко применяется в строительстве еще с давних времен. И позволяет быстро построить прямой угол, используя только один шнур. Рисование круга с помощью угольника я уже показывал в одном из своих роликов. Отмеряем диаметр и угольником рисуем окружность. Центр окружности определяем двумя вписанными прямоугольными треугольниками. Вот так. Угольник очень удобен при разметке мебельных деталей под сверлением. Однако есть замечание. Отмеряя размер, нужно учитывать диаметр грифеля или маркера, который дает погрежность примерно в 1 мм. Мы отмеряем 200 мм, а в итоге получается 199 мм. Поэтому нужно отодвигать угольник на 1 мм или делать насечки глубиной 1 мм на шкале, либо отверстия на часто используемых размерах. А вот проводить параллельные линии удобно уже комбинированным угольником. На нем можно точно откладывать заданный размер и угольник превращается в рейсмус. Только опять же стоит сделать надфилем насечку для карандаша, так будет удобнее проводить линии. Еще комбинированным угольником удобно выставлять фрезу ручного фрезера и измерять глубину различных отверстий и четвертей. А если ваш комбинированный угольник снабжен еще к тому же центроуказателем, то вы можете находить центр любой окружности. А если нет такой приспособы, тогда на помощь придет еще один угольник. Совмещаем нулевые отметки и закрепляем струбциной. Вот так. Теперь можно искать центр. А в некоторых угольниках присутствует также игла для разметки, которая дает более тонкую линию, чем карандаш, и может спасти ситуацию, когда карандаша под рукой просто не оказалось. А сейчас я скажу пару слов о профессиональном угольнике столяра. Данный угольник широко применяется для разметки стропил и лестниц. На нем даже выбита таблица расчетов углов стропил. А если к данному угольнику прикрутить специальные упоры, то он превращается в крутой шаблон для разметки. У меня их не было, поэтому я сделал их из вот такой гайки. Просто прорезал ее болгаркой. Теперь разметку можно проводить очень быстро. Один раз выставив нужный угол. Также с помощью этого угольника можно проверять углы различных конструкций, предварительно выставив нужный угол на угольнике. Если вам нужно узнать длину гипотенузы у равнобедренного прямоугольного треугольника, просто умножьте длину одного катета на 1,414 и все. Никаких квадратных корней. Угол 45 градусов есть не только на пиле, обычном угольнике или комбинированном угольнике. Его просто определить имея стандартный листок бумаги. И вот он угол 45 градусов. Проще простого. Ну что, у вас мозг еще не закипел? Тогда переходим, наверное, к самому нужному правилу для домашнего мастера. Это правило диагоналей. Дело в том, что все изделия правильной формы, будь то двери, окна, шкафы, либо ящики, должны иметь одинаковые диагонали. Возьмем, к примеру, ящик. Вот мы его собрали, и перед тем, как прикрутить дно, нужно добиться, чтобы все углы ящика были равны 90 градусов. С помощью угольника это делать, ну, немножко неудобно, особенно на большом шкафу. Поэтому мы берем рулетку и вымеряем диагонали. Так, одна чуть-чуть большим, делаем нажим и выравниваем диагонали. И можно прикручивать дно. Теперь ящик не будет перекошен и будет работать отлично. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам пригодится все, что я сегодня тут вам наговорил. Пользуйтесь этими приемами. Всем удачи и всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok